МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии главный редактор интернет-портала Псковская лента новостей Александр Савенко. В эфире программа «Гонки по вертикали». Мы начинаем обзор новостей региональной политики. Сегодня последний день мая. А значит, позади осталась весна, которая сильно изменила все вокруг. Мир, страну, регион, наш город, нас. Так что сегодня будем говорить не только о событиях последней недели, но и пунктирно подведем итоги трех месяцев, на которые выпало столько всего, что хватило бы, пожалуй, не на один год. И вот центральные темы этого выпуска. 17 мгновений весны. Спецоперация. Противостояние с Западом. Пятая колонна. И все-все-все. Вспоминаем главные события и анализируем основные тенденции. Быть или не быть. Есть ли жизнь в ЛДПР после смерти Жириновского. Новости из жизни единороссов. Турчак спорит с Володиным. Медведев предлагает жесткие наказания для иноагентов. А Козловский подводит итоги праймерис в Псковской области. Об этом и многом другом поговорим в программе «Гонки по вертикали». Поехали. Прежде чем перейти к главным политическим темам, несколько слов об общественной жизни. А тут тоже, можно сказать, долгожданные новости. Спустя два с лишним года после введения ковидных ограничений в Псковской области отменили обязательный масочный режим. Соответствующее изменение в указ внес губернатор Михаил Ведерников. Ну и кроме того, для проведения массовых мероприятий до ста человек теперь не требуется согласование с Роспотребнадзором. Разрешаются дискотеки и работа ночных клубов. Кстати, тут псковские власти можно было бы заподозрить в любви к творчеству Димы Билана. Дело в том, что его концерт в марте 2020 был последним, который провели еще, считай, по старым правилам до введения запретов. Ну а сейчас масочный режим и прочие ограничения отменили аккурат перед очередным выступлением артистов в Пскове. Так что с Билана все начиналось, им же, будем надеяться, и закончилась вся эта ковидная история. Совпадение? Не думаю. Если говорить серьезно, то перевод ношения масок из обязательных норм в разряд рекомендаций вызвал положительную реакцию псковичей, о чем, помимо прочего, свидетельствуют результаты свежего опроса на сайте ПЛН. Почти половина наших респондентов выбрала вариант ответа «Раз власти разрешили, значит носить не буду». А более трети опрошенных заявили, что и раньше масок не носили, так что им все равно. Гонки по вертикали В общем, маски сброшены. И это, можно сказать, не только про последнюю неделю, но и про всю весну. В данном случае, без всякой негативной коннотации, а в том смысле, что если раньше кому-то приходилось воздерживаться от резких заявлений и обозначения собственной позиции, приходилось маневрировать, соблюдать политез, искать баланс, то теперь риторика стала жестче и более внятной, образы многих политиков более четкими, и как никогда за последние годы стало очевидно деление на своих и чужих. Все это мы наблюдаем в условиях беспрецедентного обострения в отношениях России и Запада на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Собственно, тон здесь задает президент, неоднократно делавший резкие заявления и посылавший жесткие месседжи Киеву. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. В общем, все стало жестче, в стране продолжается борьба с политической крамолой, примеров тому пруд пруди, и продолжает пребывать. Недавно, весьма показательно, с изображением символа спецоперации «Зет», поздравивший россиян с майскими праздниками Дмитрий Медведев, которого когда-то считали чуть ли не ориентированным на Запад либералам, на минувшей неделе, призвал вести более жесткую ответственность для иноагентов. Говорит, хватит миндальничать, если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Это дословно. Так на федеральном уровне, и так на уровне региональном. Губернатор Михаил Ведерников, который ранее обрушился на местных оппозиционеров, в минувшие выходные жестко прошелся по известному музыканту Борису Гребенщикову за его позицию по Украине, которая по определению губернатора на грани измены Родине. Параллельно мы наблюдаем активность российских политиков по теме проведения военной спецоперации и помощи жителям Донбасса. Наиболее заметен здесь секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» сенатор от Псковской области Андрей Турчак. За последнее время он неоднократно побывал на Донбассе, водружал знамя, делал различные заявления, в том числе в компании приехавшего в зону конфликта заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Этот тренд, наличное посещение территорий ДНР и ЛНР, был подхвачен многими российскими парламентариями, в том числе депутатам Государственной думы от Псковской области Александром Козловским. Правда, этот тренд вызвал критику со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина, и это привело к заочной дискуссии с Турчаком. В начале на заседании Совета Думы Володин заявил о необходимости, цитирую по СМИ, «исключить избыточные рвения отдельных депутатов заниматься несвойственной деятельностью». Председатель Госдумы назвал имена нескольких главкомитетов, которые пропустили ряд заседаний Совета Думы из-за поездок в ДНР. Он указал, что охрана депутатов в таких поездках стоит, как вся спецоперация. Андрей Турчак, в свою очередь, заявил, что депутаты будут продолжать поездки, пока это будет необходимо жителям освобожденных территорий. И далее цитата Турчака, «Мне кажется, не стоит обращать внимание на подобные заявления. Заявления ряда полностью оторвавшихся от реалий чиновников. Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там. Был там и пропустил это все через себя, а не просиживал штаны в удобных креслах», подчеркнул секретарь Генсовета Единой России. На этом обмен позиций мне закончился. Предположу, что заявления на этот счет будут звучать и в будущем, давая комментаторам повод порассуждать о внутрипартийной дискуссии и столкновении позиций. Будем наблюдать. Гонки по вертикали В тени этой главной темы весны оказались традиционные праймери с Единой Россией. Предварительное голосование по отбору кандидатов прошло на минувшей неделе. В нашем регионе так отбирали кандидатов на выборы депутатов Псковской и Великолугской городских дум. В этот раз исключительно в формате электронного голосования. Не растекаясь мыслью по древу, скажу, что тут полностью оправдались прогнозы, ранее сделанные ПЛН в материалах депутатский светофор. Это касается как общих тенденций, уровня ротации, так и результатов отдельных персон. Прежде всего, победителей процедуры праймерис. Здесь мы наблюдаем не только действующих депутатов, причем не только из фракции Единой России, но и, например, до недавнего времени члена справедливой России Юлию Пожидаеву. Так и новичков. Это и руководитель, гость радиокомпании Псков Наталья Юрченко, общественница Олеся Михачева, байкер Юрий Бурлин и ряд других дебютантов. Понятно, что по поводу праймерис есть разные мнения, и на эту тему можно спорить. Но, очевидно, технология работает. Как и прежде, Единая Россия благодаря этому процессу захватила инициативу, диктует повестку, приходит к избирателю еще до начала официальной избирательной кампании. И тут я в очередной раз выскажу надежду на то, что и другие партии подхватят этот почин и будут проводить свои собственные праймерис. И вот там-то они покажут, как их надо проводить и исправят все то, в чем они упрекают Единую Россию. Ну и еще про оппозицию. Либерально-демократическая партия России провела в минувшую пятницу внеочередной съезд, главным вопросом в повестке которого были выборы нового председателя. Необходимость в избрании нового руководителя партии возникла в связи с уходом из жизни бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, человека яркого, искрометного и с чувством юмора. И я думаю, Владимиру Вольфовичу пришелся бы по душе процесс подготовки к выборам, обсуждения самых неожиданных кандидатур, где кого только не называли, от не самых известных, но при этом амбициозных членов ЛДПР до Дмитрия Рогозина, Владимира Соловьева и Стаса Борецкого. О чем в эфире ПЛН-ФМ рассказал региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Называлось тут имя сына Владимира Жириновского Игоря Лебедева, который по некоторым источникам в настоящее время живет за границей, якобы сменил имя на Давида Гартия. Что-то, мне кажется, уже из ряда каких-то испанских мыльных сериалов. Да, я видел такие информации в интернете, в телеграме, но, скажем так, внутри партии у нас доступ к более точной информации. Внутри партии, кстати, прокомментировали, что это подделка. Да, конечно. Давид Гарсия, господи. Посмотреть бы в глаза людям, которые это придумывают. Если серьезно, то процесс напоминал политическое шоу, пусть и не такое яркое и громкое, как это бывало во времена Владимира Жириновского. Что касается результатов голосования, то никаких сенсаций не произошло. Делегаты съезда единодушно поддержали кандидатуру фаворита, хотя и тут наблюдалась достаточно интересная ситуация. Казалось бы, при чем тут футбол? Ну, дело в том, что председателем либерально-демократической партии избрали депутата Госдумы Леонида Слуцкого не путать с его тезкой однофамильцем, известным российским футбольным тренером, экс-наставником национальной сборной Леонидом Слуцким, который раньше, бывало, рассказывал, что его путают с депутатом Леонидом Слуцким, и он не раз сталкивался с тем, что в СМИ публикуют фотографию одного, выдавая за другого Слуцкого. Мы эту ошибку постараемся не допустить, причем уже очень скоро. Как сообщил Антон Минаков, он на съезде встретился с Леонидом Слуцким, договорили, что Псковскую область, новый председатель ЛДПР, приедет этим летом, то есть еще до выборов. Гонки по вертикали Наше время в эфире подошло к концу, и прежде чем попрощаться, я хочу поздравить с 70-летием первого секретаря Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко. Петр Васильевич на минувшей неделе по линии Парламентской ассоциации Северо-Запада побывал в Архангельске, познакомился с работой целлюлезно-бумажного комбината, и, как видно по фото, ходил там в каске. Учитывая, что впереди избирательная кампания и коммунистам, думаю, будет прилетать с разных сторон, я бы на его месте с каской не расставался. Ну, а если серьезно, с днем рождения. На этом все на сегодня. Встретимся через неделю, поговорим об отчете губернатора перед областным собранием и на другие актуальные темы. Будьте здоровы и помните, если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!